Доброго времени суток YouTube уважаемая психологическая комьюнити и мы снова в автоматизированном заключении спектр работаем с гипотетическим Ивановым Иваном Ивановичем и находимся в блоке номер 4 заключение по результатам психологического обследования можно это поменять написать заключение по результатам экспериментально психологического исследования EPI и так далее Значит мы приближаемся к концу блок номер 4 вы его видите и соответственно здесь наши программисты так решили это реализовать и в общем-то мы не возражали очень удобно получается мы можем здесь указать какие-то основные значения выявленные нами проранжировать вернее эти значения противопоказания будем так говорить у человека которое мы выявляем в процессе или же экспериментально психологического исследования или же в процессе ПФО соответственно здесь нам предлагается проставить номер строки противопоказания для отображения в сохраняемом документе что собственно мы с вами и давайте попробуем сделать допустим это Иванов Иван Иванович и мы ему здесь ставим первое что мы обратили внимание у него ставим склонность депрессивным проявлением наличие акцентуации характера как мы проставляем эти значения так они будут отражены в дальнейшем сформированном заключении по экспериментально психологическому исследованию алекситимии уровень непосредственно запоминания основные противопоказания это будут 4 потом вдруг психолог вспоминает что у него присутствуют неблагоприятные факторы соматического характера и ставит здесь пятерочку то есть я хочу продемонстрировать что независимо от того значит этот список обратите внимание он не один два три четыре не пронумерованный это именно вот те противопоказания которые мы выявляем в процессе обследования исследований соответственно недостаточная концентрация внимания пойдет у нас на шестом месте как мы проранжируем то есть это будет первое второе третье четвертое пятое шестое в таком порядке они будут располагаться в автоматизированном заключении органические проявления 7 то есть психолог сидит и проставляет быстро ранжирует то на что прежде всего или не прежде всего надо обратить внимание при общении с этим человеком то есть не общении а результатом этого человека по экспериментально психологическому исследованию собственно так это выглядит кроме того здесь можно дописать любое количество знаков соответственно дополнительных характеристик по результатам API идем дальше блок 4 мы с ним закончили и переходим далее оказываемся в самом главном окне нашей программы собственно я уже так да далее собственно я уже в нем был в этом окне в первом видео все это было отображено соответственно мы подходим к собственно формированию заключения мы выбираем оценка вероятность профессиональных ошибок и срыва связанных с психологическими и психологическими противопоказаниями можем выбирать можем не выбирать высокая средняя низкая пишем но девочки по крайней мере у меня так это делают мои сотрудницы пишут здесь какие-то замечания дополнительные если человек проходит обследование не впервые или впервые он они пишут да динамика изменений они пишут без изменений положительные отрицательные предположим то есть если они видят этого человека не в первый раз если это у них повторно проходит обследование API или PFO не важно далее идет заключение здесь общее заключение соответственно оно нас в плане API не особо интересует мы можем тут вписать собственно вот в этой строке основной мы пишем какую-то характеристику итоговую как правило в реальном документе API это буквально 1-2 абзаца то есть когда мы все завели все обобщили все поняли по человеку мы пишем то есть таким образом как это принято как это установлено законом каким угодно да практикой дела в медицинской психологии мы пишем то точка запятая и начинаем подводить итоги обобщаем таким образом мы видим то-то то-то и то-то и то-то то есть контакту доступен сведения себе сообщает в полном объеме процедуре обследования участвует полностью включен и так далее и так далее и так далее мы соответственно пишем какое-то краткое заключение и соответственно потенциально здесь же мы можем дописать но девочки так не делают они как-то по-другому делают я не обращал внимание последнее время они здесь не пишут они тут пишут по моему краткую какую-то характеристику то есть ТО пишут пишут краткую характеристику затем выбирают один из двух вариантов или по кудряльцевую или по кругу по блэхеру кругу Выбирают один из симптомокомплексов Синдромов патопсихологических Я уже говорил в первом своем видео Посвященном АЗ спектра По Кудрявцеву их 5 По Блейхеру кругу их 8 Соответственно они выбирают Какой то симптомокомплекс Или такой Или такой Или такой Ну вы сами все видите на экране Шизофренический Или диссоциативный Как это пишет Кудрявцев Органический, олигофринический, психопатический Психогенной дезорганизации И соответственно По Блейхеру Шизофренический, эффективный, эндогенный Олигофринический, экзогенно-органический Эндогенно-органический, личностно-аномальный Психогенно-психотический Психогенно-невротический В общем как кому удобно Кто, кому, к какой Систематике привык Реализовано обе Возможных, больше нет адекватных, хороших систематик на данный момент. Опять же, вот здесь девочки пишут, вот здесь, вот в этой строке они пишут дополнительное замечание, то есть уровень выполнения заданий, описывают какую-то характеристику, приближенную к описанию какого-то выбранного ими, допустим, симптома комплекса. Заполняется что-то по одному, или по Кудрявцеву, или, не и, или, а только или, по Блейхеру кругу. Ну и, соответственно, рекомендации. Можно проставлять галочки, допустим, периодическое обследование через год, или повторное обследование через год. Психокоррекционные реабилитационно-здоровительные мероприятия можно человеку порекомендовать. Ну и тут дополнительные какие-то замечания. Ну и далее, непосредственно у нас что идет? Это подпись специалиста. Ну, допустим, пускай это будет, я не знаю, там. Даже не приходит в голову. Ну, одним словом, здесь мы пишем, допустим, психолог, ну и руководитель. Кудрявцева и руководитель Бороздин Виктор Николаевич. Собственно, заключение у нас готово, сформировано, и нам остается только нажать вот эту самую главную красную кнопочку. Давайте ее нажмем. Программа производит подсчет результатов, сообщает нам, что результаты успешно сохранены. Ну, там уже у меня был экспорт. Заменить? Да. Заменяю. Заключение сохранено в файле. Иванов, спектр Иванов, 1, 1, 1. Вы помните, что это у нас был Иванов Иван Иванович, и порядковый номер, код у него был 1, 1, 1. Ну, собственно, вот это все по автоматизированному заключению спектр. И в следующем видео я вам покажу эти результаты, которые мы с вами только что получили и сохранили в автоматизированном заключении спектр. На этом все. Благодарю вас за внимание и удачи вам!